4 апреля в церкви Ченвон, фестиваль мира Святого Сообщества Небесного Родителя, открыл новую площадку для свидетельствования. Он транслировался в прямом эфире на платформе Peace Link и собрал более чем 300 тысяч граждан, любящих мир, вне языковых и территориальных рамок. На этом фестивале особое внимание было уделено культуре эпохи Святого Сообщества Небесного Родителя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 불행히도 찬다운 평화는 인류 역사에 대해 단 한 번도 실현되지 못했습니다. 한학자 총재들이 참어머님께서는 그 이유를 인류의 참부모이신 하나님을 하늘부모님으로 모시고 하늘부모님 아래 인류 한 가족의 이상을 이루지 못했기 때문이라 말씀하고 계십니다. 그렇습니다. 부모의 부모 없이 형제 간의 평화는 있을 수 없습니다. 왜냐하면 부모는 형제의 중심이기 때문입니다. 인류의 부모이신 하나님 없이 이 세상에 찬다운 평화는 있을 수 없습니다. 여러분, 오늘 이 평화축제를 통해 하늘부모님 성의 깃발하래 하나님을 하늘부모님으로 모심으로써 모든 천복을 받는 평화의원이 되기를 진심으로 기도합니다. доктор Юн Юн Хо открыл фестиваль приветственными словами и песней благодарности участникам. затем последовал 뮤지컬 на тему «Вы, Благословение». он прекрасно отразил культуру сердца, наполненного взаимодействием с другими, радостью и благодарностью. 오늘의 주인들이십니다. 축복의 주인들이시며, 행복의 주인들이시며, 사랑의 주인들이십니다. 아주 여러분들 진심으로 환영합니다. 당신은 축복입니다. 축복! 축복! на этом фестивале мира святого сообщества небесного родителя будет еще пять мероприятий на тему благословения, радости, благодарности, счастья и решимости. первая часть фестиваля была посвящена теме «Кто такая мать мира?» и предоставила возможность нескольким мировым лидерам стать свидетелями трудов истинных родителей. 축복! Слава Богу, это реальность. Мадам доктор Хак, действительно, Реконю как étant Слава Богу. Первая часть фестиваля продолжилась трогательным свидетельством бывшего корейского депутата, которому истинный отец обещал светлое будущее, когда он был молод. Затем всемирно известный вокалист Пол Поттс порадовал публику песней о надежде на мечту. Продолжение следует... Во второй части рассказывалось о свидетельстве пастора Пак Йонг Ю, который читал стихотворение под названием «Мать Христос», и монаха До Бонга, который представил истинных родителей как Будду. Затем маленькие ангелы мира выступили с прекрасными песнями в качестве прелюдии части 3, которая была посвящена фундаментальному вопросу «Кто я?». АПЛОДИСМЕНТА» АПЛОДИСМЕНТА АПЛОДИСМЕНТА Вы также можете большее силы дать, и мы до конца праздничного дня до конца праздничного дня. Затем благословленная пара рассказала о своем прекрасном опыте, в котором отразилась культура благословения. После вдохновляющих песен, певица Ин Суни, которая передала свою мечту, и мужество многим молодым людям, новым участникам были отправлены сердечные послания с помощью видео. Затем вместе с Вон Джу Макдэвид и доктор Йон Йон Хо подарили новым членам букеты цветов, чтобы поприветствовать их. К ним присоединились участники, которые также тепло приветствовали от всего сердца благословения Небесного Родителя, завершая тем самым первый фестиваль мира Святого Сообщества Небесного Родителя. Отделение Федерации за всеобщий мир в Юго-Восточной Азии и Международная Ассоциация ученых за мир провели вебинар, посвященный воссоединению двух Корей и миру в Юго-Восточной Азии. Специалисты из различных областей, включая высокопоставленных государственных чиновников, интеллектуалов и лидеров гражданского общества, были приглашены выступить с речью о том, как справиться с ситуацией, не с помощью силы, а с помощью культуры, искусства и информационных технологий. В этом онлайн-семинаре приняло участие более 12 тысяч человек из 19 стран. Они пересмотрели свое понимание мирного воссоединения Корейского полуострова и разделили видение единой небесной Кореи. Отделение UPF в Южной Америке пригласило важных деятелей на конференцию по мирному воссоединению Кореи. В конференции, проходившей под девизом «Объединение двух Кореи на основе взаимозависимости, взаимного процветания и общечеловеческих ценностей», приняли участие около 1400 человек. Были проведены углубленные дискуссии по вопросу воссоединения единственной страны, все еще разделенной в этом 21 веке, а также по вопросу построения всеобщего и прочного мира. Корейская ассоциация религий провела свою ежегодную встречу религиозных лидеров. Президент ассоциации подчеркнул важность роли религии в преодолении нынешних проблем и отсутствии общинного духа из-за пандемии COVID-19. Затем присутствующие 20 религиозных лидеров обсудили свою роль и роль религиозного движения в постпандемическую эпоху и подтвердили свою приверженность к продвижению видней воссоединенной Кореи под Богом. Посещение святых мест состоялось в Японии во знаменовании 80-летия первого путешествия Истинного Отца на эту землю 1 апреля 1941 года. Около 100 человек посетили университет Васеда, станцию Такано-Баба и другие места, где Истинный Отец, будучи студентом, проводил свои дни в поисках истины. Они запечатлели в своих сердцах вдохновляющие слова преподобного Пан Сан Ин, регионального лидера Японии, и смогли снова почувствовать сердце Истинного Отца, который со слезами на глазах возносил так много молитв о имя человечества. Также в Японии состоялась особая встреча, посвященная 22-й годовщине проекта Ледо в Южной Америке. Подобно 102 отцам-пилигримам, высадившимся в Америке на Мэйфлауэре, проденциальный проект Ледо начался со 102 лидеров во время семинара, проведенного в Форт-Олимпе в 1999 году. Эта встреча дала участникам возможность подтвердить свою решимость внести свой вклад в осуществление Божьей воли. Редактор субтитров А.Семкин